Всем доброго утечка! У нас сегодня четверг, и это последний день, когда мы уже в России, то есть приобретите Парижа. Сегодня мы победим на стройке Парижа. Где у нас там стройки? Я не знаю как, но я попробую снять на GoPro немножечко видео из Парижа, но немножечко это проблематично, потому что мы все-таки на байке перемещаемся, и держать равновесие, и одновременно держать камеру. Я закрепила себя на руки и попробую. Я уже как-то год назад снимала ночной Париж, но тогда камеру просто держала в руке. Это жутко неудобно, ты постоянно комбинируешься, думаешь, а как бы не уронить? Но в этот раз у меня есть вот такая штука, которую я купила в Таиланде, которая закрепляется на руку. Так что сегодня я предлагаю провести этот день с нами. Поехали! Вот мы и приехали. Париж, 15 округ. Стройка, на которую мы ездили буквально когда? Позавчера. Ну, не пришло предприятие на инспекцию. Так что вот встречу переназначили на сегодня, поэтому будем ждать. Собственно, стройка 14-квартирного дома на улице Ла Корне. Ну, а пока расскажу. В общем, мы когда ехали, я немного увидела кусочек башни. Сейчас пойду вам покажу. Любят же прикалываться французы. Смотрите, граффити. Она вообще вполне симпатичная. Ну, вот, собственно, что хотела я вам снять. Смотрите, впереди башня. Мы недалеко от нее. Пятнадцатый департамент. В принципе, недалеко от Энфилева башни. Поэтому Париж это относительно маленький. Он, если грайцы в плане добираться, то это вообще несложно. Стою я на улице General Estienne. Estienne. Сейчас точно посмотрю. Да, Estienne. Вот. И вот перпендикулярно есть улица Rue La Cordère. Это Ecole Maternelle. Там Ecole Elementaire. Продолжение следует. 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 Но в принципе особо я говорю Не важно Если даже не проедем Потому что здесь такие пробки Просто жесть Если завернешь куда-то, встрянешь Так что вот Улица Руи-Ла-Марк Вот здесь вот метро, станция Наверху мы поднимались И вот это вот кафе Шежинетте, где мы покушали Супер симпатичное место Вот, кстати, рекомендую Всем спускаться вниз Никогда не кушать В туристических местах Потому что будет дорого и будет невкусно Ну, будет дорого Вкусно может и будет вкусно, но будет дорого Вот домик В чисто таком османовском стиле С цветочками О, наверное, шикарно жить здесь Рядом с моим Мартром Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Время комментировать Время комментировать Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Вот смотрите, мы 45 минут назад были возле Монмальтра, ну вот, грубо говоря, 45 минут, и у нас занимает дорога, чтобы приехать аж в пятую зону пригорода Парижа, поэтому на байке Париж, в принципе, пересечь, это очень быстро, он не такой большой, если вот брать транспорт, машины, все эти тропки, конечно, тут займет и пару часов. Ну, у нас 45 минут, вот в этом преимущество вот этого вида транспорта. Небольшую ремарку, я вообще-то думала, что мы всегда едем со скоростью где-то, ну, 130, 110, 120 км в час, но, в общем, сейчас, после обеда, еще не так было много пробок, и, представляете, я глянула на счетчик, и у нас было 145-150 с лишним километров, представляете, в час, потому что скорость бешеная. Ну, когда едешь, практически ее не замечаешь. Когда нет рядом машин, которые создают такой стрессовый фактор, то вполне нормально. Мы приехали в булочную, правда, булочная не работает сегодня, потому что у французов булочники, они обязаны, там, по графику они работают, и один день у них, вот, сегодня, в четверг, наше любимое булочное ферно не работает, так что мы покупаем, вот, в диагонали. Ну, а месье пошел покупать нам любимые наши тарты, упом, маленькие, такие. Ну, и мы будем выезжать в Бургундию, так что неделя на Иль-де-Франс закончена. Ну, все, всем пока. Спасибо, что были с нами. Визу! Субтитры сделал DimaTorzok